Рилс, рилс, рилс. Все кругом говорят насчет рилс. Все хотят сейчас продвигать себя, свой бизнес, но при этом 97% людей делают это неправильно, поэтому набирают по 10, 100, максимум 1000 просмотров, расстраиваются и говорят, что рилс не работают. Они снимают видео, стараются, но их видео не набирают просмотров, они не получают новых подписчиков, их профиль не растет и они расстраиваются. Знаете, это тот самый момент, когда ты 5 часов делаешь рилс, надеешься, что он выстрелит, а он не выстреливает, и ты просто в отчаянии. Если вам знакомо это состояние, то это видео для вас. Всем привет, с вами Ксения Сваровских, блогер, SMM-стратег, продюсер года. В этом видео я расскажу, как правильно делать продвижение через рилс в 2024 году. И обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы ваши рилс наконец-то начали залетать, приносить подписчиков и клиентов. На данный момент рилс это один из самых, если пожалуй не самый, классный способ продвижения, хотя бы потому, что он бесплатный и не требует вложений. С помощью рилс вы можете набрать сотни, десятки, то есть сотни тысяч подписчиков и при этом совершенно бесплатно. Мы как будто бы вернулись в инстаграм 2016 года, когда можно было бесплатно набирать аудиторию. С помощью рилс вы можете раскрутить даже аккаунт, в котором пока что небольшое количество подписчиков и привести сразу же клиентов. Самое главное, что это будут целевые клиенты, которые могут сразу купить ваш продукт. Миллионы людей сейчас листают ленту рилс, инстаграм даже сделал для этого отдельную ленту. И таким образом вы можете набирать огромное количество подписчиков и клиентов. А если даже с этого рилс к вам пришло мало подписчиков или клиентов, вы все равно показываете свой продукт или себя большему количеству аудитории. А даже если ваш рилс набрал не очень большое количество просмотров, но скорее всего при этом они целевые, если вы все сделали правильно, то вы уже больше на виду людей. И чем больше вас видит человек, тем больше он вам доверяет. Здесь действует правило семи касаний. Вас где-то увидели в рилс, увидели в рекламе, увидели у знакомых. Кто-то из знакомых рассказал, что пользовался вашим продуктом и так далее. И вы уже думаете, блин, наверное, это классный эксперт. Нужно узнать, что у него или классный товар. Нужно посмотреть, что там и скорее всего купить. Так как же правильно продвигаться через рилс? Давайте разбираться пошагово. Первое, с чего важно начать, это понять, кто ваша целевая аудитория. Кто будет смотреть ваши рилс и зачем они будут их смотреть. Выписать, какие у них боли, желания, проблемы, возражения, мечты. И на основании этого всего подготовить сценарий для рилс. Следующий шаг. Мы смотрим рилс наших конкурентов. То есть людей, у которых схожий продукт, схожая тематика блога или такая же. Для чего мы это делаем? Мы можем брать у них идеи. Как говорится, кради как художник. Очень часто много очень классных идей вы можете найти у своих конкурентов. Не бойтесь брать их, адаптировать под себя и выкладывать. Вы можете посмотреть идеи у своего конкурента. Переснять это немного изменив в своем формате. И возможно у вас этот ролик залетит еще больше. Но может быть такое и что не залетит. Следующий шаг. Очень важно следить за трендами. Особенно если вы поймали ранний тренд. Вот это видео только начинает вируситься. И таких видео еще немного. На ваше видео будет больший спрос. Его увидят. Оно сразу завирусится. И принесет вам много просмотров. Да, они могут быть не все целевыми. Но если вы адаптируете это видео под себя, под свою нишу, то они будут более целевыми. Помните, в апреле мы все смотрели мем в инстаграме с енотом Педро, Педро, Педро. И многие бизнесы делали очень классно. Ногти, косметика, одежда. И адаптировали этот ролик под себя. Например, когда купил одежду в таком классном магазине, настроение. Педро, Педро, Педро. Как вообще понять, что это тренд? На самом деле очень просто. Здесь не нужно обладать Нобелевской премией. Достаточно зайти в ленту Reels, полистать ее. И если вы видите этот ролик уже больше трех раз, этот звук больше трех-пяти раз, то, скорее всего, это набирающий популярность тренд. А если вы видите этот ролик и звук уже из каждого угла, то это уже действующий тренд. Берите его, адаптируйте под свою нишу и выкладывайте. Можно даже несколько роликов с трендом выложить. Вспомнила свой Reels, который набрал очень мало на просмотрах, но зато они были очень солевые. Просто последний ролик делала не я, поэтому он мало набрал. Как работают алгоритмы Reels? Чем больше людей досматривают ваш ролик до конца, тем большему количеству людей показывает этот ролик Instagram. Потому что Instagram важно, чтобы люди как можно больше времени оставались в сети. Если процент досматриваемости большой, то он предлагает этот ролик другим людям. Поэтому очень важно, чтобы ваш ролик досматривали до конца. На это влияют две вещи. Первое, очень важно зацепить зрителя с первых трех секунд, чтобы он понял, что это видео ему интересно, это видео для него. Например, часто психологи записывают ролики и они сразу цепляют людей с первой фразы. Почему он тебе не пишет? Второе, это интересное содержание, чтобы человек досмотрел ролик до конца и ему прям хотелось узнать, что же дальше и что же делать в его ситуации. Здесь может быть интересный сценарий или какой-то монтаж, когда вы снимаете сначала спереди, потом сбоку. Эксперт вот таким вот образом разворачивается. И зрителю постоянно интересно за ним наблюдать, потому что сменяется ракурс, сменяется картинка. Ну что, я снимала как-то рилс одному рилсмейкеру. Он сначала сидит, он потом такой сказал одну фразу, потом такой оп, голову повернул, потом мы снимаем в другом месте. Он там уже стоит. Он сказал одну фразу, вот так оп, голову перевернул и таким образом люди досматривают до конца. Смотрите, мы с вами поговорили про алгоритмы рилс, про удержание людей. Но этого недостаточно для того, чтобы привлекать подписчиков и клиентов. Что вы еще можете сделать? Внедрить воронку в свои ролики. Что такое воронка? Например, вы выкладываете ролик. Хотите узнать секреты голливудской укладки? Пишите в комментарии урок, и я вам отправлю свой урок. Люди подписываются и получают бесплатный урок. Таким образом, они его смотрят и прогреваются еще к вашей теме. И могут сразу купить, например, целый курс по укладкам. Эти лид-магниты, то есть бесплатные продукты, используются как раз таки для того, чтобы люди не просто пролистывали ваши ролики или смотрели до конца и уходили, а чтобы они именно подписывались и оставались у вас в базе. А этой базе вы можете продавать свои продукты. Представьте ситуацию, ваш рил залетел на 100 тысяч просмотров. И если у вас нет воронки, то большинство людей просто посмотрят этот ролик и тупо забудут подписаться. Например, на вас подпишется там 100-300 человек. А если у вас будет воронка, то на вас подпишутся по статистике от 10%, то есть более 1000 человек. Поэтому обязательно внедряйте воронку и больше людей будут подписываться на ваш профиль и покупать у вас. Также с помощью рилс воронки вы можете направить людей прямо на хайлайтс. В этом хайлайтс вы рассказываете о своем продукте или услуге и таким образом люди прогреваются и покупают. Либо же вы можете направить людей на ссылку в шапке профиля, где можно приобрести ваш товар или услугу. Но если вы хотите сразу с рилса продавать, то есть отправлять людей в шапку профиля, то нужен такой рилс, чтобы он их завлек и чтобы они прям захотели купить. У них загорелась такая лампочка «хочу». На самом деле есть очень много секретов рилс. И предприниматели неохота заморачиваться и самим разбираться и настраивать это. Им проще взять самоспециалиста рилсмейкера, который им это все настроит. И они готовы за это платить от 80 тысяч рублей, чтобы этот человек настроил им все под ключ и они регулярно получали клиентов. А качественные специалисты получают от 100, 150, 200 тысяч рублей за данную работу. И прямо сейчас вы можете обучиться одной из самых востребованных онлайн-профессий, и самому специалисту рилсмейкер на моем бесплатном вебинаре. Переходите по ссылочке в описании и регистрируйтесь прямо сейчас, потому что в нем вы узнаете еще больше секретов рилс, как начать зарабатывать онлайн, как найти клиентов даже без опыта, как составить портфолио, резюме и как начать работать с клиентами за высокие чеки. А что по времени выкладки? Нормально ли выложить рилс в час ночи? Ну, конечно, нет, потому что его посмотрит маленькое количество людей. Поэтому лучше всего выкладывать рилс в то время, в которое его смотрит ваша целевая аудитория. Например, когда у мамочек в декрете дневной сон у ребенка, или, например, ваша целевая аудитория офисные сотрудники, они возвращаются домой с работы после 6 часов. Это очень классное время для того, чтобы выложить рилс и охватить максимальное количество людей. Также рилс можно выкладывать утром. Утро и вечер считаются золотыми часами для выкладки рилс. Как еще увеличить охват аудитории? Вы можете делать совместные рилсы. Например, ваш клиент или вы психолог, и вы делаете рилс с нутрициологом, астрологом или специалистом смежной тематики. И таким образом вы охватываете большее количество аудитории. Сейчас я с вами поделюсь своим личным лайфхаком, как не забросить съемку рилс, когда они у вас не залетают. Очень важно составить 30 сценариев и отснять их вашему клиенту или вам прям в один или несколько дней. И только после этого выкладывать. Потому что если вы будете делать так, сняли 3 рилс, выложили, они не залетели, вы расстроились. Потом сняли 3 рилс, они снова не залетели, вы расстроились. То, скорее всего, вы выгорите и забросите это дело. Поэтому важно сразу снять 30 рилс, потом снять еще 30 рилс, желательно. И потом начать их выкладывать. 100% один из них залетит, либо наберет большее количество просмотров, чем у вас есть сейчас. Ну а если нет, значит, скорее всего, вы не попадаете в интересы и боли вашей целевой аудитории. Стоит проанализировать, сколько лайков, сколько просмотров, сколько комментариев и сколько репостов у вашего рилс. Помните, что чем больше репостов, чем больше люди отправляют этот ролик друзьям, тем больше он залетает. Алгоритм в инстаграм видит, что это что-то интересненькое и показывает ваш ролик другим. Какие форматы можно попробовать прямо сейчас? Первый и самый распространенный формат это, скажем так, говорящая голова, когда сидит эксперт и рассказывает что-то интересное. Однако важно в этом формате использовать сменяющие фоны, дополняющие картинки, какой-то интересный монтаж, чтобы люди досматривали этот ролик до конца. Второй формат это формат диалога, когда эксперт, например, снимает ролики с самим собой, например, в образе эксперта и в образе подписчика или в образе критика. И таким образом поддерживается диалог и зрителю интересно смотреть до конца. Третий формат все обожаемые и любимым зрителям это мемы, смехотульки, приколы, которые чаще всего отправляют друзьям и пересылают. Но я вам рекомендую их делать по своей нише, по своей тематике, чтобы привлечь максимально целевых подписчиков. Четвертый формат Reels это может быть видео, где вы просто идете или просто бежите и какой-то текст, и, например, читайте в описании. Продолжение. Пишите прямо сейчас в комментариях, какие у вас любимые Reels, какие у вас, может быть, любимые мемы, приколы, с чего вы смеетесь больше всего, что вам больше всего нравится смотреть Reels. Давайте мотивировать друг друга на съемку и классные Reels. Обязательно поставьте лайк этому видео, этот лайк заряжен на успех, чтобы ваши ролики набирали миллионные просмотры. И обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что здесь еще больше информации, лайфхаков о продвижении в Instagram и заработке онлайн. С вами была Ксения Сваровских, я вас обнимаю и до встречи в следующих роликах.